Многоуважаемые коллеги и все любители Аюрведы, которые собрались сегодня здесь, вас необычайно приятно видеть. Я назвала свою лекцию, свой доклад, как угодно, «Величие Аюрведы. Почему?» Потому что наша высокотехнологичная наука только-только приходит к этапу, когда она может подтвердить мудрость древних. Вот в этом, собственно, и заключается величие Аюрведы, которое существует тысячи лет, но сейчас оно подтверждается научными исследованиями. Вся моя научная карьера не дала мне ответов на вопросы, которые стояли. И, собственно, я ушла в Аюрведу в поисках ответов, и я их нашла. Следующий, пожалуйста. Прежде всего, эта традиция, и традиция, я считаю, очень правильная, которую мы зачастую нарушаем, потому что мы теряем свои традиции, это благодарность учителям. В ведической традиции и в Аюрведе учитель, ну, главнее так нельзя сказать, но чтится больше, чем родители, потому что родители дают тело, а учитель дает путь. Я хочу принести глубочайшую благодарность нашим учителям, выпускникам Гуджарадского университета аюрведического, которые в течение полутора лет вкладывали в наши головы каноны Аюрведы от Чараки. Поэтому вот мистер и миссис Тесси, глубочайшая им благодарность. Следующий, пожалуйста. На что я хочу обратить ваше внимание? На то, что Аюрведа – это научная, медицинская система. И система, она именно потому, что, пожалуй, это единственная медицинская наука, которая опирается на философию, на ведическую философию. И это дает ей стройность и гармоничность, гармоничность, законченность. То есть внутри аюрведы, собственно, это уповеда, то есть это часть веды, это производная или часть отарвоведы. И, в общем-то, это именно делает ее необычайно гармоничной. То есть внутри аюрведы нет недосказанности или противоречий. Это очень стройная система. Пожалуйста. Это сейчас говорилось, вот, наверное, сегодня в первом докладе. И мое глубочайшее уважение докладчику, потому что сангхи – это философская система ведическая, которая оказала наибольшее влияние на формирование аюрведы. По сангхи человек – это миниатюрная копия Вселенной. который состоит из тех же абсолютно составных частей. И именно взаимодействие, сосуществование человека, как микрокосмо, и Вселенной – это и есть база и основа аюрведы. Природа всего сущего едина. Любой человек, который станет изучать или практиковать аюрведу, должен об этом помнить всегда. Не бывает исключений. Законы, по которым развивалась Вселенная, абсолютно идентичны закону существования, развития человеческого тела. Пожалуйста, следующий. Аюрведа дает нам инструменты. Инструменты для исследования человека. Эти инструменты гениальны и уникальны. Три гуна – это три, можно сказать, создателя, три великих силы креативных, которые формируют Вселенную с одной стороны и которые формируют личность человека. Махабхута или Панча Махабхута – пять великих стихий. Из них построена вся проявленная Вселенная, включая человека. И дальше следующий этап Танматра – это тонкий слепок. Это спектр вибраций, которые дают возможность человеку ощущать эти великие стихии в окружающем мире. То есть это основа наших пяти органов чувств. То есть это объяснение, почему мы глазом не можем слышать, а ухом не можем видеть. И дальше формирование три Доши. Теория три Доши в Аюрведе – это основа. Это диагностика, это лечение, это диетология, это панчикарма. Все определяется именно теорией три Доши. И, собственно, прокрити – это то, что, в общем-то, говорили сегодня, слово, которое повторяли много раз. Прокрити – это врожденная конституция тела, которую, собственно, составляет активность каждой из Дош. Теория тканей, дату, она принципиально отличается от того, что есть в нашей физиологии современной. И она дает ответы. Вот одна теория без, скажем, такого практического применения. К питанию ткани идет последовательно в Аюрведе. И третья ткань, которая питается после того, как создалась плазма и кровь с форменными элементами, является мышечная ткань. А теперь смотрите, отсюда глубокое понимание, полное понимание, почему йогены и аюрведисты говорят, движение – это жизнь, жизнь – это движение. Если работающая мышца не получает, вернее, если мышца не получает без работы дополнительного кровотока, то все последующие ткани питаются плохо. То есть, если человек сидит, он здоровым быть не может. А у нас же ровно наоборот. У вас болит сердце – сядьте. У вас болят суставы – сядьте. У вас там одышка – сядьте. Нет. Двигайтесь. Двигайтесь всегда. Двигайтесь по возможностям. И это единственный путь к здоровью. Ну, теория каналов, каналов, она очень глубоко разработанная, она расширяет просто представление о том, каков человек и какие возможности человека. Ну, это так уже специфически. Следующий, пожалуйста. Вернемся к прокрити в связи с его очень большим значением. Я хочу обратить ваше внимание. Прокрити – это врожденная конституция. Это соотношение активности каждой из дож, которая закладывается в момент зачатия. И человек содержит эту конституцию на протяжении всей жизни. У нас очень много литературы очень разной. Прокрити не меняется. Прокрити – это постоянная, константная характеристика человека. Другое есть понятие викрити – это соотношение на сейчас. Там может все меняться очень быстро и даже кардинально. Прокрити не меняется никогда. И благодаря тому, что мы определяем прокрити человека, мы можем сказать о нем практически все. Его привычки, его манеру мыслить, его поведение, длительность сна, предпочтение в еде. То есть очень много. Не все, но почти все. Следующее, пожалуйста. Как мы определяем прокрити? Существует два метода определения прокрити. Не таблицы, как вы понимаете. Наиболее точно – это пульсовая диагностика. И еще джотиш – карта рождения. Такое взаимодействие, а в общем-то в Айде традиционно используют джотиш, для того чтобы… Это большая помощь, мы к этому еще вернемся. И что дает нам диагностика? Прежде всего, пульсовая диагностика. Мы используем 7 уровней пульса, для того чтобы определить прокрити, викрити, состояние полых органов, состояние паренхематозных, плотных органов, соотношение витальных принципов, субдоши тканей, вот этот объем информации, большой объем информации, позволяет в конце концов проводить дифференциальную диагностику. То есть найти причину, причину развития болезней, а не латать тришкин кафтан и гасить симптомы. Следующий, пожалуйста. Пожалуйста, следующий. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Я только что рассказала о безумных возможностях пульсовой диагностики. То есть мы можем вычленить болезни и тем более найти причину болезни. Но мы забываем о фундаменте, на котором все это строится. Для того, чтобы поддерживать здоровье человека в течение всей его жизни, его нужно поддерживать каждый день. Вот мы в поиске эффективных препаратов, безумных эффективных методов лечения забываем о том, что если мы не будем есть хорошую пищу, пить чистую воду, двигаться каждый день, то есть выполнять свою рутину ежедневную, режимную, никакого здоровья построено не будет и никакие лекарства не помогут. Вот что самое печальное или не печальное, или наоборот. Только заботясь о здоровье каждый день, мы можем быть здоровыми всю жизнь. И нам нужно учить этому детей. Вот наше будущее зависит от того, насколько мы привьем эти здоровые привычки нашим детям. Понимаете, утром пить водичку, проснувшись, и опорожнить кишечник – это гораздо более важно, чем, ну я не знаю, прочитать там новую статью научную. для здоровья тела. Следующий, пожалуйста. И среди рутинных привычек – это, прежде всего, фундамент тела, диетология. Мы то, что мы едим. Диетология, я хочу обратить ваше внимание, диетология не может быть построена, диетология персональная, индивидуальная, без знания про критий. То есть сейчас диетических концепций, ну, очень много. Это не пересчитать. Чего только не придумают, и группа крови, и какие-то там 16-часовые голодания, и ну, что угодно. Нутрицептика. Без определения конституции человека, которое диктует его предпочтение, потребности и режимность, диетология не будет универсальной и не будет корректной. Это будет протокол. То есть протокольная медицина, нынешняя медицина, она, к сожалению, скажем, 30% эффективна, 30% – это без результата, а еще 30% получают только негативные побочные эффекты. Вот примерно то же самое у нас происходит с диетологией. Кроме того, Аюрведа дает нам теорию вкусов. И это дополнительный инструмент, который делает диетологию не только основой питания, но и основой лечения. И это обязательно режим. И режим, и рацион питания. Тогда диетология действительно… То есть любое растение – это лекарство, и любое лекарство – это пища. И вот, собственно, диетология дает нам… Аюрведическая диетология, основанная на прокрите, дает нам возможность очень эффективно пользоваться этим инструментом. Пожалуйста, следующий. Это картинка, которую я часто показываю, просто чтобы показать, в чем смысл индивидуальности. Аюрведа – древняя наука, и как любая древняя наука, она очень аллегорична. Поэтому каждой доше соответствует животное. Вата – это серна. Легкая, чувствительная. Громкий звук – она исчезла. Пита – это лев. То есть это хищник, агрессор, но воин и защитник тоже. И, наконец, Капа – это слон. Медленный, мудрый и очень сильный. А теперь давайте мы их построим рядочком и предложим всем одну и ту же пищу и одни и те же нагрузки. Это реально? Вот это ответ на вопрос, почему только аюрведа может дать режим и рацион питания индивидуальным. Следующий, пожалуйста. Как же нам это приспосабливать? И аюрведа дает следующий инструмент, который звучит как дэша, кала, патра. Место, время и обстоятельства. Это очень важный инструмент в наше время, потому что мы путешествуем. Если мы едем в другую страну, особенно экзотическую для нас, не нужно брать с собой чемодан продуктов, потому что вы едете в другие условия. И в соответствии с местом и временем и обстоятельствами вашей жизни там вы будете строить другую систему питания, которая поможет вам не истощиться. А вернувшись, вы вернетесь к своим привычным режимам и рационам питания. Дэша кала, патра – это гениальное правило, которое вы можете использовать обязательно при смене сезона, при смене нагрузки, при вынужденных форсированных обстоятельствах. То есть чем более гибкими вы будете, тем более здоровыми вы будете. Следующий инструмент – панчикарма. Панчикарма, значит, смотрите, есть достаточно такое широкое течение, которое в аюрведе, которое вообще выделяет панчикарму в отдельную ветвь аюрведы. Но здесь тоже есть некая однобокость. Панчикарму чаще всего рекомендуют как очистительные процедуры. То есть это методика очищения. Да, это прежде всего. Но это может быть очень неправильно использовано. То есть очищение прежде всего нужно использовать в большом объеме на убывающей луне. То есть мы должны обязательно ориентироваться. Это циркадные ритмы, это ритмы Солнца и Луны, в которых мы живем. Мы не можем их нарушить. Вы же понимаете, что если огромная планета Земля влияет на лунные циклы, то как человечек крохотный, на 70% состоящий из воды, может быть к ним нечувствителен. Поэтому глубокое, серьезное очищение делается на убывающей луне раз, и при наличии у него резерва, который позволит ему пройти очистительные процедуры, два. Это очень эффективно. Это тоже методика лечения очень эффективная. Но мы можем использовать процедуры панчекармы, а их много, как укрепляющие, восстанавливающие, снимающие напряжение и омолаживающие. Поэтому у панчекармы огромный потенциал. И желательно этот потенциал использовать весь, а не только очищение. Следующий, пожалуйста. Массажи. Аюрведические массажи, это уж простите меня, это моя слабость. И я называю это необходимой роскошью, потому что у нас, к сожалению, отношение к массаже тоже такое невежественное. Массажи там что-то там погладят или мануалка что-то там вправит, хрустнет, и на этом массажи заканчиваются. Здесь есть очень важный аспект. Если телу нашему в какой-то момент напряжения, например, после командировки, при сдаче проекта уже не хватает сил, резервы исчерпаны, и пищеварение в таких условиях не очень сильное, то есть нам, по сути, не хватает питания изнутри. Мы можем совершенно спокойно добавить питание извне. То есть правильно подобранные масла, масляные массажи с глубоким промасливанием дают прежде всего питание. Питание через кожу. Кожа – наш самый большой сенсорный орган. И мы, имея биоактивные точки, мармы на поверхности тела, мы можем дотянуться до любого органа. И правильно подобранное масло – это не только взаимодействие с органом, но это еще и питание органа. И это нужно прежде всего учитывать, имея в виду назначение массажа. А кроме того, это вата-доша. Вата-доша легкая и холодная. И чтобы ее утяжелить и успокоить, самое верное средство – это масляный массаж с тяжелыми маслами. Например, кунжутным. Три-доша подходит всем. Это опорно-двигательный аппарат. Это миалгия. Это восстановление после травм. Ну, то есть, опять же, спектр бесконечный в зависимости от квалификации врача и массажиста. То есть, что назначено и какими руками это сделается. Причем, вот мы очень часто работаем, ну, например, там, с детками с родовыми травмами и ДЦПшниками. Это массаж каждый день. То есть, ребенка привозят к нам раз в неделю. И это установочный массаж. Но промасливание проводят каждый день, чаще всего мама, любящими руками. И поэтому дисплазия тезобедренного сустава без всяких этих аппаратов и восстановление там травмированных коленок с сохранением всех степеней свободы в суставе. Это прекрасный инструмент. Следующий, пожалуйста. А вот теперь джойтиш. Зачем врачу джойтиш? Ну, во-первых, это помощь в диагностике. Потому что свойства личности – это картина, которая создает планетарное влияние. Это аромотерапия и это литотерапия. То есть, пожалуйста, камни можно рекомендовать носить. Это малое, слабое воздействие. Но если вы носите камень для вас благоприятный, вернее, который проводит влияние благоприятной для вас планеты долго, вы получаете очень хороший, длительный, выраженный эффект. Но эти камни определяются только по карте рождения. Все рекомендации а-ля «всем стрельцам нужно носить бирюзу» – это глупость. Это только асцедент и карта рождения. Поэтому элита и аромотерапия, зачастую фитотерапия, противорецидивные курсы и многое там есть такое понятие «мухурта», то есть выбор момента наиболее благоприятного для данного действия. И еще один очень важный момент. В Аюрведе одним из главных, одной из главных причин развития тяжелых и неизлечимых болезней является отклонение от дармы, предназначение. Это очень просто. Если художник или музыкант начинает торговать водкой, он обречен. Вместо радости, которую он должен дарить людям, он дарует им зло и смерть. И вот определение дармы – это, в общем-то, опять же, джойтиш. Это карта рождения. Это нужная и важная информация, которую получает врач. Следующий, пожалуйста. Вот это то, что дает нам классическая каноническая Аюрведа. Что делаем мы? Мы ее адаптируем, потому что условия субтропической, тропической Индии и такой себе умеренно-континентальной Украины – это очень разные вещи. И поэтому мы берем с глубочайшей благодарностью канон и выполняем все необходимые правила. Но мы, как это называется, акклиматизируем Аюрведу к реалиям Украины, мы переводим процедуры панчекармы, мы готовим экстемпоральные сборы для пациентов из нашего сырья. Вот опять же, давайте вспомним, с чего мы сегодня начинали конференцию, о том, что лекарства – это вокруг дома, это домашняя Аюрведа. И поэтому, в общем-то, это одна из больших целей нашей работы – производство аюрведических препаратов из нашего украинского сырья. Следующий, пожалуйста. Что мы сделали еще? Мы начали эту работу давно, официально с 2004 года, а с 2007 года мы читаем курс «Основа аюрведической медицины». Это сертифицированный курс. Он утвержден Министерством здравоохранения и Министерством просвещения. Ну и, к сожалению, мы не ввели статистику. Но если так прищурить левый глаз, то за это время мы обучили, скажем так, больше 200 человек разного уровня, потому что это были и массажисты, это были специалисты панчекармы, и это самое главное наше достояние – это наши врачи. Следующий, пожалуйста. Для чего нужна, почему нужна адаптация? Ну вот это самый яркий, можно сказать, пример, который объясняет, почему в Индии 8 часов утра восход, 18.00 заход. Это, кстати, к сожалению великому рекомендация не есть после 6. Она вырвана из текста аюрведы с кровью, можно сказать. Вот после 6 есть нельзя. Почему? Потому что есть рекомендация. После захода солнца ни в коем случае нельзя использовать тяжелую пищу, потому что пищеварения практически уже нет. Солнца нет, огненный, огни подавлен, и поэтому тяжелая пища перевариваться не будет. А теперь смотрите, пожалуйста. В июне солнышко восходит в 4.30, заходит после 9, 9 там 30 или 40, не суть важно, световой день 17 часов. То есть лето мы живем практически по солнечным ритмам. А теперь посмотрите дальше. Декабрь. 8 с чем-то восход, в 4 часа заход, даже без чего-то 4. 7 часов. Мы можем делить по времени, так как очень часто в литературе излагается, и так как это принято в классической аюрведе. Мы можем делить день на 4, скажем, часа активации каждой из дож? Нет. Потому что вот сейчас у нас доминируют энергии луны. И для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, нам нужно обязательно это учитывать. И поддерживать агни всеми способами, потому что луна не способствует высокому агнию. Кроме всего прочего, у нас не 6 сезонов, а только 4. И еще один большой-большой недостаток. Ну, недостаток мы так живем. Нашего климата, это его практически непредсказуемость. То есть очень большой интервал температур, который мы выдерживаем. То есть лето у нас было там и 37 тоже, но летом у нас температура может упасть до 17 градусов. То есть это огромная дельта, это очень большое испытание для организма. И зимой то же самое. У нас, в общем-то, минусовая температура до 25-7 градусов, 30 бывает редко. Но у нас могут быть оттепели до 7-8 градусов. Плюс. И это, опять же, это стресс для организма, потому что это резкое изменение условий жизни. Вот все это нужно обязательно учитывать. Этому нужно давать специальные рекомендации об этом нужно говорить, это нужно объяснять. То есть классически, канонически, вот так, как излагается Дину Чарья и Риту Чарья в традиции, у нас это не работает, к сожалению. Ну или не к сожалению, потому что это вызов, и это огромная работа, и эта работа доставляет большое удовольствие. Следующий, пожалуйста. И это еще одна вещь, которую я очень хотела показать, потому что, ну, я считаю, что это наш такой вклад в развитие Юрведы, ну и в Украине тоже. Теория три Доша очень хорошо разработана и детализирована подробно на уровне тела. Что каждая Доша, ее зона ответственности, как она это все управляет. Но дело в том, что прокрити закладывается при рождении, то есть есть только две половых клеточки, которые сливаются. Значит, клетка несет те же три Доши в определенном соответствии, то есть на уровне клетки должна быть манифестация трехдошная. Поэтому, смотрите, тут такая природа всего сущего едина по этому принципу. То есть если взять Землю как планету, то это соотношение активности ветра, солнца и воды для того, чтобы обеспечить жизнь. Если мы берем тело и формирование прокрити, то это будет вата, питая, кава. А если брать клетку, то по принципу, опять же, природа всего сущего едина, эти принципы должны нести характеристики каждой из Дош. И поэтому это монооксид азота, это газ, самый легкий, очень подвижный, и он управляет практически всеми сторонами работы клетки, начиная от рецепции, заканчивая, например, производством энергии. Более того, субдош у каждой Доши пять. Изоформ эносинтазы тоже пять. Случайностей не бывает. Если брать Агни или ПИТУ на уровне тела, то на уровне клетки это будут пуриновые нуклеотиды. Их тоже пять главных. И вы их знаете. Например, аденозин, трифосфат, АТФ, лекарство, которое поддерживает метаболизм клеток и прежде всего сердца. Еще есть ГТФ, еще есть циклические нуклеотиды, креатинфосфат. То есть, это разменная энергетическая энергия, которая обеспечивает все энергозависимые процессы. Это Power Station, которая поддерживает жизнедеятельность клетки. И, наконец, КАПА, адаптация, защита, устойчивость. Это мелатонин. Прежде всего, мелатонин это антиоксидант, самый мощный из эндогенных. Он умеет связывать любые свободные радикалы. И именно он обеспечивает антиоксидантную защиту, устойчивость клетки в любых изменяющихся условиях. Это что? Вот для врачей это, скажем так, может быть, мы доживем до тех времен, когда по определению, например, в моче количественно метаболитов ЭНО, пуринов и мелатонина мы будем точно так же определять, ну, наверное, викрите. Ну, во всяком случае, соотношение дождь в теле на данный момент. Нарушение тоже. Следующее, пожалуйста. И теперь, ну, это не реклама. Я хочу сказать, что Аюрведа, кроме правильного питания, кроме режимов, поддержки здоровья, хотя это главное. Я считаю, что это главное. Научить человека жить здоровым. Но если уж случилась беда, то Аюрведа имеет очень мощный парк средств, которые лечат самые разнообразные болезни. Вот сегодня, пожалуйста, вопрос был прежде всего вопрос и к первому, и к второму докладчику. То есть, может ли Аюрведа излечить? Может. Я глубоко благодарна госпоже Гаятри, которая вот в своей лекции показала, бесплодие лечится без антибиотиков и без гормонов. И это правда. И поэтому вот первая там строка у нас это бесплодие. И гормональные дисфункции, и вторичное хирургическое бесплодие со спайками лечится. Мы хорошо, в общем-то, успешно справляемся с реабилитацией деток недоношенных, которые родились с малым весом или в состоянии гипоксии. То есть, ну, собственно, налаживание питания и восстановление мозгового кровотока. С этим тоже Аюрведа прекрасно справляется. Ну, будем считать, что следующая это почти реклама. То есть, мы получаем, например, сейчас направление из областной онкогематологии детской, то есть эпикриз, выписку с анализами для лечения, то есть к нам отправляют лечиться деток с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. Гормоны не помогают, иммунопрепараты не помогают, травки помогают. все, скажем таки, неврологические проблемы прекрасно лечатся Аюрведой. Всякие истероидные состояния, бессонница, мигрени и так далее, без антидепрессантов и нейролептиков. щитовидная железа. В Украине это проблема, потому что, во-первых, мы получили Чернобыль, а во-вторых, это слабость иммунитета и активация аутоиммунных процессов, аюрведа с этим справляется. Узловой зуб, то же самое. Гастроэнтерология, то есть гастродиодениты это так, в общем-то, достаточно просто, эрозивные формы чуть тяжелее, язвенные формы чуть тяжелее, но, скажем так, закрыть острый процесс это быстро, но мы сопровождаем обычно пациентов в течение года, чтобы провести противорецидивные курсы, и если в течение года у нас нет рецидивов, этот человек выздоровел. Опять же, мы не используем антибиотики, мы не уничтожаем хеликобактер, мы лечим человека комплексно, и с ЖКТ у нас становится тоже все хорошо. Неспецифический язвенный колит. Если кто-то знает, что это такое, это, в общем-то, очень неприятная вещь, которая плохо лечится аллопатическими методами. У нас есть пациенты, и не десяток пациентов, больше, которые выходили в стойкую ремиссию без использования тяжелых препаратов, гормональных и прочих. Гепатиты, только подтверждаю, в общем-то, лекцию нашего индийского коллеги, лечится. При, но, все это, о чем я сейчас говорю, хорошо, давайте закончим перечень, а потом гепатиты, да, следующий, пожалуйста. Сердечные проблемы. То есть, у нас сейчас две проблемы, если брать кардиологию в целом. Это аритмии, причем очень большой вклад в развитие тяжелых аритмий внесли статины. Мы очень долго снимали, снижали холестерин, пили статины, искусственно понижали холестерин, в результате получили аритмии, которые не купируются ничем вообще. Вот, аритмии мы лечим, и вторая проблема это повышение диастолической жесткости. То есть, люди много нервничают и мало двигаются. Сердце становится жестким, оно теряет способность полностью расслабляться, повышается фоновая частота сердцебиений, появляется одышка и слабость. Это не подход к сердцу, это подход к здоровью всего тела, и это тоже успешно решается. Ну, посттравматические проблемы я вам уже говорила. Все опорно-двигательный аппарат, да, конечно, и последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, нетрадиционной медицине, или теперь это, я считаю, что это более правильное название, мы называемся комплементарная медицина, и это очень правильное определение с моей точки зрения. Почему? Потому что аюрведа не претендует на лечение экстремальных ситуаций. Если у человека открытый перелом или острый аппендицит, его нужно оперировать, и вариантов здесь нет. Но слабенькие, маленькие, хроники и старенькие, они наши, и аллопатическая медицина их лечить не умеет, потому что нужны препараты нетоксичные, и нужны длинные курсы. Кроме того, нам не позволяют заниматься онкологией официально. Но, во-первых, это выбор пациента. Если пациент сказал, что я не хочу оперироваться, и я не хочу проводить химиотерапию, потому что это истощит мои силы, он имеет на это право. И если он обращается к нам за помощью, мы не имеем права ему в этом отказать. У нас разработано и давно проводится много больше 10 лет терапии сопровождения, так называемая. То есть мы готовим человека к операции, если в этом есть необходимость. Поддерживаем сердце, сосуды, печень, почки и так далее. Мы проводим пациента через курс химиотерапии или лучевой терапии. Если кто-то сталкивался с этим, скажем так, после 2-3 курса происходит уже замедленное восстановление. То есть очень желательно, чтобы эти безумно тяжелые курсы прошли штатно, чтобы интервал между курсами сохранялся. Но если, например, лейкоциты упали до 2, то перед следующим курсом химиотерапии, то его откладывают. То есть нарушается шаг курса и это может приводить к нехорошим результатам. Терапия сопровождения поддерживает. мы за 2 недели между курсами восстанавливаем возможности тела и тогда курс проходит кратно и как положено. И потом очень важно, по окончанию курса мы этих пациентов сопровождаем. То есть мы активируем иммунитет, мы восстанавливаем функцию печени, естественно угнетенную после химиотерапии и человек получает шанс на стойкую ремиссию. И таких пациентов у нас много, и ремиссия больше 5 лет это тоже много. А главное это понимаете постоянная поддержка даже психологическая. Это очень важно для человека, который прошел через тяжелые испытания и психоэмоциональные и физические. Пожалуйста. Ну а теперь кто это все делает? Я хочу представить вам наш коллектив наших старожилов. Обратите внимание на стаж работы. Это Александр Николаевич Гретько, доктор наук, профессор со стажем работы уже больше 14 лет. Людмила Анатольевна Михальчук, врач-терапевт, сертифицированный юридический специалист со стажем работы более 10 лет. Елена Леонидовна Сергеенко, это младшая наша коллега, но я думаю, что не менее успешная. Следующий, пожалуйста. Елена Петровна Леусская, сейчас она отсутствует, по очень хорошим причинам, но отсутствует. Влад Дмитриев, это наш массажист, стаж тоже более 15 лет. Юлия Григорова, это наш йога-терапевт, она, наверное, специализируется, у нее очень хорошо это получается, она дает женскую йогу, очень женскую. Она мама троих детей, она знает, о чем она говорит, и очень правильно все это подает. И Галочка, Галина Охман, врач, аюрведический специалист и йога-терапевт, у которой все тоже очень хорошо получается, и у нее это просто такой подход изумительный. То есть это йога на каждый день, йога в повседневной жизни. Не посмотрите, как я левую ногу за правое ухо заправил, а что нужно сделать, чтобы поддерживать тонус тела, быть дееспособным и радостным. Следующий, пожалуйста. Ну, это наше будущее. Мы выпускаем свет, наших учеников, а кого-то оставляем у себя, и это наши, можно сказать, резервы роста. Следующий, пожалуйста. Ну, а теперь это, в общем-то, обращение ко всем, потому что для того, чтобы аюрведа жила, укоренилась, жила и распространялась усилиями вот такой вот группки не очень большой, их очень мало. Вот, всем, кому нравится идея, всем, кто хочет распространять эти знания и этот образ жизни, что самое главное, давайте объединяться, чтобы, ну, скажем, это звучит пафосно, да, но я, наверное, уже достигла этого возраста, когда могу себе позволить этот пафос. по-настоящему распространение аюрведы в Украине это забота о здоровье нации. Спасибо. Я готова ответить на любые вопросы. Спасибо.